Сладких снов, дорогой. Давай о том в компьютере, не засиживайся. Раздался в телефоне приятный женский голос. Да ну тебя, Маринка, что ты как мать моя, ей-богу. И тебе спокойной ночи. Улыбаясь, проговорил Кирилл. Девушка уже несколько дней была в гостях у родителей в соседнем маленьком городке. И парень искренне успел соскучиться по своей любимой. С Мариной они жили вместе несколько лет, и пара начала понемногу откладывать деньги на свадьбу, надеясь накопить хотя бы на скромные мероприятия в узком кругу друзей и родных. Это оказалось не самой легкой задачей. Ведь большую часть их семейного бюджета съедалось съемное жилье и бытовые ежедневные расходы. Марина работала на фрилансе и старалась браться за все возможные заказы без особого разбора. Кирилл же, в свою очередь, тоже искал так называемые шабашки. Иногда молодой человек шел на них сразу после основной работы и возвращался домой глубоко за полночь. Что не могло не расстраивать Марину. Светлая идея в голову Кирилла пришла совершенно случайно, а точнее была принесена его лучшим другом Дмитрием. Ты че так убиваешься, Кирюх? Расспрашивал его товарищ, отпивая с бутылки светлое пиво. Вам же немного нужно, но сколько там стоит ресторан? А платье и в аренду взять можно. Слышь, дружище, а барахло у вас нужное есть? Сверкнули интересом карие глаза Димона. А ты с какой целью интересуешься? Вы же не вынестили, че решил? Шутил и смеялся Кирилл. Вот балбес. Продать ведь можно. Меня дядя недавно музыкальный центр на сайт выставил. Обшарпанный такой, старенький, даже звук уже так себе. И че ты думаешь? Оказалось, сейчас куча дурачков развелось. Так они этот хлам втридорого скупают, да и вообще, у людей на все подряд спрос имеется. Даже на дребедень откровенную. Вам же любая копейка лишней не будет. С другом они засиделись до глубокой ночи. Димка ушел, а идея, посеянная в сознание Кирилла, медленно, но верно прорастала в голове парня. И со временем Кирилл начал замечать, сколько вещей вокруг него не несли в себе абсолютно никакой пользы, а только занимали драгоценные жилые метры и собирали пыль на своих поверхностях. Первыми лотами на доске объявлений оказались. Старенький видеомагнитофон для кассет, который отец Кирилла давным-давно оцифровал и записал на флешку. И старые валенки, которые также уже никем не использовались. Зачем это добро хранилось на балконе съемной однушки, парень не знал. И решение было принято моментально. Без особой надежды Кирилл сфотографировал свое богатство с разных ракурсов и, написав кратенькое описание, выложил на один из известных сайтов по продаже бэужных вещей. За вещами пришли на удивление быстро. Магнитофон забрал низкий дедок, попутно прочитав Кириллу лекцию о вреде интернета и пять живышек. «Инвалидов из вас делают, а вы и рады, молодежь!» Пробурчал дед на прощание. Слушать его бредней Кирилл, конечно же, не стал. Валенки тоже ушли быстро, и парень уже вовсю подыскивал новые варианты для продажи. За месяц Кирилл успел толкнуть все свои старые учебники еще со времен школы, поломанную устаревшую технику и некоторые ненужные безделушки Марины. Жизнь шла своим чередом. Деньги потихоньку копились, а в их маленькой квартирке стало заметно легче дышать. В очередной из дней Кирилл сидел на работе и лениво листал видеоролики в социальных сетях во время обеденного перерыва, когда на его телефон пришло оповещение. Кто-то интересовался его старой поношенной кофтой с логотипом университета, в котором учился молодой человек. «Неужели даже за эту тряпку получится что-то выручить?» Пробежала в голове парня авантюрная мысль. В сообщениях договорились быстро. Встречу Кирилл назначил у себя дома, чтобы никуда не ходить, и покупатель сразу согласился. В обозначенный день Кирилл сразу после работы поспешил домой, не забыв позвонить Марине, чтобы похвастаться своей смекалкой и уменью превратить даже ненужный хлам в деньги. «Какой ты все-таки молодец, Кирюш!» – щебетала невеста. О том, что саму идею парню подкинул лучший друг, Кирилл предусмотрительно умолчал, чтобы забрать себе все лавры и почести. Договорив с любимой, он уселся за компьютерные игры, дожидаясь своего гостя, пока в дверь не раздался характерный звонок. Покупателем оказался на удивление респектабельный мужчина. Красивое и дорогое пальто серого цвета, вычищенные кожаные ботинки и уложенные каким-то гелем волосы. Ни хрена себе! Это он себе ношеные тряпки берет? Неужели в магазине не купить? Пронеслось в голове парня. По виду мужчины явно было видно, что проблем с деньгами этот господин точно не испытывает. Лицо мужчины было уставшим, синюшные круги под глазами и сухая кожа с неглубокими морщинами, которые обычно являлись признаком серьезного недосыпа и обезвоживания, не могли не броситься в глаза Кириллу. Переставляться мужчина не стал и сразу попросил вынести ему вещь, за которую он и приехал. На что парень, конечно же, спорить не стал. Мужик долго вертел кофту в руках, рассматривая подклад изделия. И в один момент Кириллу показалось, что странный гость незаметно принюхивался к вещи, особенно в зонах подмышек. Фу, блин, он че, извращенец какой-то? Пронеслось в голове парня. Не переживайте, я ее постирал. С натужной улыбкой проговорил Кирилл, стараясь показать, что странные манипуляции мужика не остались незамеченными. Хорошо, сухо ответил гость. По выражению его лица было видно, что эта новость его скорее расстроила, чем ободрила. — Точно извращуга! — заключил про себя Кирилл. Однако деньги мужик все же заплатил, что не могло не порадовать юношу. — Извините, а украшения старинные вы не продаете? — неожиданно обратился к нему странный гость. — Старинные? Смотря о чем вы. Никакого антиквариата у меня нет, — задумчиво ответил Кирилл. — Да нет, может, у вас браслеты, кольца, серьги старые есть. Никаких драгоценностей. Просто старого формата цацки. Начал объяснять мужчина, и в секунду его взгляд опустился на грудь молодого человека. — А вот крестик вот этот. Его рука потянулась к цепочке на шее. Но парень торопливо шагнул назад, прикрыв изделие рукой. — Это продать не могу, подарок от родителей. Мама очень набожная, не простит никогда. Тем более золотой же. Кирилл, правда, не собирался отдавать мамин подарок. Он не верил, но с недавних пор юноша совершенно четко начал видеть, как его близкие стареют, и расстраивать родителей рассказами о потере крестика ему совершенно не хотелось. — А крестили тебя каким? Знаешь, раньше золото позже покупали. — А в церкви батюшки не ржавейки используют, ну или алюминиевые. Цена такой вещи три копейки, но есть весьма интересные. За такой я бы дорого заплатил. Мужчина увидел недоверчивый взгляд парня и поспешил добавить. — Понимаешь, я коллекцию собираю. Может, сохранился у тебя? Кирилл сразу вспомнил, что интересующий мужика кусок алюминия как раз лежал у него в небольшой коробочке с флешками и скрепками, стоящей позади монитора на компьютерном столе. Зачем он забрал его из родительского дома, парень не знал. Просто не обратил внимания, когда загружал вещи и утащил вещицу за собой. — У меня вроде должен где-то лежать, — протянул парень, пытаясь сразу набить цену за изделие, удаляясь в комнату, подходя к заветной коробке с различной мелочью. — Ну я даже не знаю, это же религиозная вещица, — прокручивал маленький крестик в пальцах юноша, подразнивая мужика. Дяденька же в ответ молча достал четыре красные купюры и положил их на поверхность столика в прихожей. У Кирилла чуть не отвисла челюсть, когда парень осознал, какую сумму предлагает ему мужчина. Без лишних раздумий он протянул к нему руку с крестом, и как только вещь оказалась в ладони гостя, он сразу сунул его в карман и начал собираться на выход. — Хм, а ведь даже рассматривать не стал. Может, реально дорогой какой-то? Не продешевил ли я? Крутилось в голове парня, пока мужчина быстро застегивал пальто и доставал перчатки. — Кофту не забудьте, — услужливо подчеркнул Кирилл, видя, как предмет одежды остается лежать на тумбе, больше совершенно не интересуя странного гостя. — Ах да, точно, я возьму. Без энтузиазма пробормотал мужик, хватая ее за рукав, спешно покидая жилище Кирилла. — Всего доброго, — завороженный, оставленными купюрами сказал парень. — Береги себя. Не менее странно попрощался незнакомец и скрылся за дверью. Кирилл провернул замок и еще несколько секунд находился под впечатлением от необычной встречи. — Бывают же в мире чудаки, — хмыкнул себе под нос парень, проверяя купюру на свет. После того, как он убедился в подлинности денежных средств, подошел к окну и увидел, как от его подъезда отъезжает огромный наочищенный «Мерседес». — Обалдеть! То есть он гоняет на этом танки и все равно покупает старые тряпки, да еще и кусок алюминия за половину моей зарплаты купил. Не унимались мысли в голове. Однако к вечеру все его сомнения развеялись окончательно. Уж слишком сильно полученные деньги грели карман парня. В эту ночь спал Кирилл беспокойно. Голова побаливала от свалившейся на него в последнее время работы. А сны представляли из себя череду мутных видений, держащих сознание молодого человека в напряжении всю ночь. В тишину квартиры разорвал противный звонок будильника. Парень перевернулся и, не глядя, постучал пальцами по сенсорному экрану, случайно смахнув телефон на пол. — Да чтоб тебе! — злобно прошипел Кирилл и наклонился через кровать, чтобы забрать устройство. Но то, что он увидел на полу, заставило его сжаться от омерзения. Рядом с телефоном лежала дохлая мышь. Особого удивления у парня это не вызвало, так как они с девушкой снимали квартиру на первом этаже старенькой пятиэтажки, и крысы, мыши, тараканы были хоть редкими, но стабильными гостями их жилища. Вот только была одна странность. Из бочины маленького животного виднелись мерзкие копошащиеся парыши. А тошнотворный сладковатый запах создавал впечатление о том, что мышь была уже несколько дней мертва и даже начала разлагаться. «Фу, блин, это еще что за дрянь!» — воскликнул Кирилл с отвращением. Утренний подарок их пожилого дома явно никак не мог ему понравиться, и юноша постарался как можно быстрее избавиться от гниющего трупика. Настроение парня испортилось окончательно, когда он зашел в кухню, открыл ящик под мойкой, где обычно хранились мусорное ведро и старый добрый пакет с пакетиками, и увидел, как разбегаются в разные стороны несколько жирных тараканов. Кирилл застыл в недоумении. Такое странное стечение обстоятельств могло быть вызвано только одной ситуацией. Время от времени коммунальные службы дома протравливали различных вредителей в подвале, отчего крысы, тараканы, мокрицы и прочие нечи слезли наверх в поисках спасения. Однако, как правило, управляющая компания предупреждала жильцов о подобных мероприятиях. Снова поморщившись от отвращения, Кирилл схватил один из пакетов и аккуратно поместил в него крысу. Протер пол влажными салфетками, уже понимая, что после этой неприятной находки ему точно придется делать генеральную уборку. Возвращаясь домой из помойки, Кирилл специально посмотрел все объявления о травле и, не найдя ничего подобного, четко решил позвонить коммунальщикам и спросить, что же в это время происходит. Наскоро собравшись на работу, он захватил документы об аренде квартиры, пометуя о том, что арендодатель оставлял для него все необходимые телефоны. В офис Кирилл пришел чуть раньше и решил сразу набрать нужный номер и спросить, какого черта его дома сождают паразиты. «И знаю, что вам сказать, молодой человек. Никаких подобных мероприятий запланировано не было. Может, лучше уборку в квартире сделайте?» – отвечал противный женский голос. У Кирилла перекосило лицо от возмущения. Такого наглого ответа он точно не ожидал. «Да как посмела она раздавать подобные советы?» «Лучше б работу свою выполняла как надо», – подумал про себя юноша. Продолжать диалог с этой особой уже не было смысла, и парень, не прощаясь, сбросил вызов. Надеяться на помощь со стороны коммунальщиков не приходилось, а на частного мастера денег не было. Поэтому в обеденный перерыв он решил позвонить другу. «Алло, Димон, дружище, помощь твоя нужна», – с надеждой в голосе проговорил. «Да, Кирюх, что у тебя стряслось?» – беззаботным тоном ответил друг. «Помни, что у своих родичей крыс травил. Можешь прийти подсобить, а то я чую, что скорее себя самого отравану, чем этих паразитов». Родители Дмитрия жили в деревне, котов не держали. Глава семейства, отец Димы, хоть и прожил большую часть своей жизни в сельской местности, был тем еще аллергиком и довольно часто вместе с сыном протравливал весь дом от всяких нежелательных гостей. «Без проблем, дружище, давай после работы до магазина сходим, я покажу, что купить, и пойдем заразу твою сгонять». Весело отозвался приятель, и они попрощались. Вечером они с другом, как и договорились, встретились в парке недалеко от дома. Сходили в ближайший магазин с хостоварами и направились к дому Кирилла. Уже в квартире приятель с умным видом по-хозяйски осмотрел все углы и, не найдя ни одного следа каких-либо вредителей, в недоумении повернулся к Кириллу. «Ты что, уборку провернуть успел?» Посмотрел он в глаза парня. «Да нет, почему? Все как есть, а что?» Не понимал суть настороженности друга Кирилл. «Да как будто и нет тут никого. Понимаешь, когда какая-то пакость в доме заводится, следы остаются. Там тараканы дохлые, помет мышиный, еда прогрызенная. А у вас тут чисто, как в палате больничной», – констатировал Дмитрий. «Ну а я что тебе, шизофреник?» Сказал же, утром мышка дохлая валялась. «Ну я и вынес ее. Не ждать же, пока завоняет. А тараканы у нас тоже не самые редкие гости. Нет-нет, да увижу одного другого», – возмутился Кирилл. «Кстати, эта тварюга больная какая-то была. Ее прям на месте черви жрали, прикинь?» «Жуть какая», – согласился Димон. «Может, он ее и прикончил, не парься. В счастье все обработаем, даже бегемоты убегут», – посмеялся. Вдруг, хлопнув парня по плечу. Провозились они допоздна. Первоначально было необходимо убрать все вещи наверх. Закрыть еду пакетами и только потом приступать к обработке. Дмитрий уверил Кирилла, что бояться задохнуться самому не стоит. Однако оставить на ночь форточку все же необходимо. В кровать Кирилл лег абсолютно вымотанным. Сон накрыл парня довольно быстро, и сознание обволокла мягкая дымка. Во сне он брел вдоль незнакомой деревушки. Закатное солнце клонилось к горизонту, красиво подсвечивая зеленые травинки. А низкие облака медленно плыли от легкого ветерка. Казалось, что вокруг царит настоящая благодать, если бы не одно «но». Непонятный страх не отпускал юношу. Кириллу казалось, что вот-вот с ним произойдет что-то по-настоящему ужасное. Но парень искренне не понимал, из какой части этого тихого местечка стоит ожидать опасности. Пройдя по прямой еще немного, Кирилл вдруг осознал, что же не так. Деревня молчала. Оглушительная тишина обнимала парня. Позволяет слышать даже биение собственного сердца. Нигде не раздавалось мычание коров. Не было птиц. Не бегали собаки или кошки. Даже людей нигде не было. Дома не были заброшенными. Но парень не мог поверить, что в самом разгаре рабочего дня деревенька просто замерла. И как только он понял, что именно вызвало у него эти неприятные ощущения, началось страшное. Дома, заборы, лавочки вмиг стали рассыпаться легионами тараканов, как будто кто-то собрал из них свой жуткий конструктор. А сейчас решил разломать постройки. Домики таяли, а мерзкие отродья сыпались вниз, подобно дождю. В один момент парень не сам ощутил, как его руки превращаются в копошащийся рой и сползают по ногам. Он попытался закричать, но из его широко раскрытого рта посыпались белые опарыши, разрывая юношу изнутри. Проснулся Кирилл от собственного крика. «Вот тебе и паразиты в доме. Какая чушь, только не приснится», — подумал он с облегчением. Помотав головой, он осмотрелся по сторонам и шумно выдохнул. Но секундное успокоение вмиг сменилось животным ужасом. Под его кожей что-то двигалось. Парень, как ужаленный, кинулся в ванную комнату. Казалось, будто бы паразитами кишат даже его глазные яблоки. Руки вцепились в раковину. Кирилл изо всех сил всматривался в отражение своих глаз. Парень думал, что по-настоящему сходит с ума. Ему мерещились мышиные хвосты, ползающие под кожей, мерзкий душераздирающий писк и скрежет крохотных когтей по органам. «Как же это? Невозможно, я отравился, точно!» «Про ветру, видимо, плохо», — прошептал юноша. Бросившись в ванну, встав под горячие струи воды, он принялся, что есть мочи натирать свое тело грубой мочалкой, чтобы как можно быстрее избавиться от тошнотворного ощущения. Голова начала кружиться, а скользкое от мыльной воды дно ванной напоминало скорее каток. И когда Кирилл переступил с ноги на ногу, в очередной раз непослушные конечности соскользнули, и парень больно ударился головой, попутно теряя сознание. Очнулся Кирилл резко. Тело парня содрогалось от конвульсий. Горло и легкие буквально горели от недостатка кислорода. А вокруг была только вода. Открыв глаза, он на долю секунды даже не понял, где находится. Но сознание быстро дало понять, что ему нужно жизненно необходимо срочно вырваться. Подскочив над ванной, он постарался встать, но ослабевшие руки не выдержали, и юноша плюхнулся обратно, сидя в переполненной ванне. Кирилл не понимал, сколько пролежал в отключке, но вода уже лилась через край и уже вовсю переливала через порог комнаты. Вырываясь в коридор, парень тут же на автомате подтянулся к сливу, пытаясь вытащить то, что могло бы его заткнуть. Это оказалась мочалка. Та самая, которой Кирилл остервенел и сдирал свою кожу. Кое-как выбравшись из ванной, парень как мог начал затирать пол всеми подручными тряпками и вещами. Хана нам от хозяйки. Ладно, хоть живем на первом этаже. Не хватало еще соседям ремонт оплачивать. Пронеслось в голове парня. И он решил снова позвонить товарищу. Трубку Дмитрий взял сразу, однако, услышав от друга, что последнему снова требуется его помощь, поспешил рассказать о своих многочисленных незаконченных делах. «Не, Кирюх, если сильно надо, я, может, завтра приеду. Сегодня вообще никак, ну правда?» Раздавались трубки оправдания Димона. Были ли у него дела на самом деле, или Кирилл уже успел порядком надоесть товарищу своими просьбами и одолжениями, парень не знал. Сосредоточившись на уборке, он продолжил затирать полы, и только убедившись, что напольное покрытие на удивление устояло и не вспучилось, решил ненадолго остановиться и осмотреть собственную голову. Крови, на счастье, не было, но в области затылка парень совершенно четко нащупал довольно большую шишку. Умывшись, он быстро натянул на себя домашние штаны и прошел в комнату, чтобы поискать в прикроватных тумбочках какое-нибудь обезболивающее. Заветный кругляшок был найден в ящике Марины. Парень помнил, как она покупала их в последний раз, рассказывая юноше о том, что в последнее время напряженная работа нередко вызывала у нее мигрени. Кирилл положил в рот таблетку и уже потянулся к стакану с водой, как почувствовал на языке какое-то странное шевеление. Выплюнув в ладонь содержимое, Кирилл с ужасом заметил копошащегося в его собственной слюне клопа. Ошарашенный парень с омерзением откинул насекомое на пол и резко встал с кровати. Но когда он обернулся назад, перед его глазами предстало то, что заставило его серьезно задуматься о своей адекватности. Вся кровать кишила этой падалью. Мерзкие твари расползались в разные стороны, но ползучих монстров было настолько много, что создавалось впечатление, что из середины матраса бил самый настоящий серо-коричневый живой фонтан. Тело Кирилла сдавил сильнейший спазм тошноты. Парень как мог давил в себе рвотные позывы, но когда содержимое вчерашнего ужина окончательно подкатило к горлу, молодой человек снова бросился в ванну. Склонившись над унитазом, Кирилл в ужасе наблюдал, как в извергнувшемся содержимом его желудка шевелились все те же непонятные насекомые. «Да что же это происходит?» — только я смог прошептать парень, судорожно мотая головой. «Мне так кажется, кажется!» «Я отравился головой, ударился!» «Я с ума схожу, заработался!» Он как мог успокаивал себя и пытался убедить в невозможности всего происходящего. В комнате раздался телефонный звонок, но парень искренне не хотел подходить к своему смартфону. Его голова кружилась, а сознание занимали новые жуткие соседи. И когда звонок раздался в третий раз, в груди Кирилла начала зарождаться настоящая злость. Парень искренне злился, что кто-то крайне настырный не мог уняться и оставить его в покое. Когда вокруг и так происходит черт знает что. Со скоростью гепарда Кирилл подбежал к трубке, и, чуть не раздавив, сенсорный экран лопнул на зеленую ячейку вызова. «Алло, ну кто там еще?» – прорал в микрофон парень. «Кирилл, у тебя все в порядке?» – раздался в телефоне такой родной женский голос. «А, это ты, Марина?» – выдохнул парень. Он только сейчас вспомнил, что не перезвонил девушке с вечера, как обещал вчера утром. «Прости, я тут это замотался немного. Кир, ты там в норме, че нервный такой?» Девушка вмиг насторожилась. Ее жених никогда не позволял себе грубость, тем более в отношении нее. «Да хорошо все, неприятности просто». Он бегло кинул взгляд на кровать и понял, что простыни были идеально чистыми, а от кошмара, происходящего минуту назад, не осталось и следа. «Я приеду на первом же автобусе», – отрезала невеста. По голосу было слышно, что она очень взволнована поведением своего спутника. Кирилл опять выслушал ее монологи о доверии, возвращаясь обратно в ванную, чтобы смыть все, что вылилось из него несколько минут назад. Удивлению парня не было предела, когда он увидел, что и тут мерзких жуков на месте не оказалось – ни живых, ни мертвых. «Неужели уплыли?» – просипел он, даже не заметив, что сказал это вслух. «Кто уплыли? О чем ты?» Попыталась узнать Марина и так и не получив ответа, лишь добавила. «Короче, Кира, я приеду завтра утром, можешь меня не встречать». «Короче, Кира, я приеду завтра утром, можешь меня не встречать». «Марин, сейчас не лучшее время, честно», – начал был оправдываться молодой человек, уже понимая, как будут расценены его слова. «Так, Кирюш, давай без этого вот твоего. Это и моя квартира тоже. Хочу и приеду», – с обидой проговорила девушка и бросила трубку. «Только этого мне не хватало», – устал, констатировал парень. Ночь прошла на удивление спокойно, хотя Кирилл прекрасно понимал, что его мнимая безопасность была обусловлена бодрестенем парня. Тревожные мысли сменялись одна за другой. Он искренне не понимал, чем были вызваны его страшные галлюцинации. Продолжая строить теории об отравлении ядовитыми парами от отравы, которую выбрал Димон, и слишком частыми переработками. Встречать девушку он не стал, тащиться утром на автовокзал сил просто не было. Всего за пару дней Кирилл превратился из веселого, задорного юноши в уставшего от самой жизни параноика, который уже подумал о том, чтобы показаться серьезным специалистом. В первой половине дня на осторожный слух парня уловил из шорка невзамочной скважины. И к тому моменту, когда он вышел в коридор, Марина уже стояла на пороге. «Кирилл, ты же сам на себя не похож», – выпучила глаза невесты. «Ты когда ел и спал в последний раз?» «Да, Мариш, ну правда, все хорошо. Устал немного, ну и все». Пытался успокоить девушку Кирилл, прекрасно понимая, что она права. Вечер пара провела за разговорами. Марина хлопотала на кухне и подкладывала Кириллу очередную котлету, чтобы немного поправить его состояние. «Ну куда ты еще накидываешь, я ж лопну скоро», – посмеивался парень. К концу вечера прошедшие кошмары почти отпустили его сознание. Переодеваясь ко сну, девушка случайно бросила взгляд на торс Кирилла. «Милый, что это?» Она опешила и уставилась на него. Тело парня украшали красные потертости. Следы от мочалки были настолько яркими, что казалось, будто по его коже прошлись по меньшей мере наждачкой. «Это да так!» Немного кожу обновить решил. Переусердствовал чуть-чуть. Кирилл понимал, как странно и жалко выглядят его оправдания, но сказать любимое правду он просто не мог. «Ты в своем уме? Реально думаешь, что я поверю в этот бред?» «Что происходит, Кирилл?» Нервы Марины трещали по швам. Девушка искренне не могла найти ни одного положительного объяснения происходящего. Она крепко сжала переносицу и вымученно посмотрела на молодого человека. «Дорогой, пожалуйста, просто ответь мне честно. Что ты принимаешь?» «Тебе от этого плохо?» «Ты ведешь себя жутко и выглядишь не лучше». «Марина, ты с дуба рухнула?» «За наркомана меня держишь?» Кирилл чувствовал, как медленно, но верно начинают закипать его нервы. «Деньги откуда?» Она мотнула головой в сторону старой деревянной шкатулки, которую они держали для совместных накоплений. «Ты действительно думаешь, что я поверю в то, что к нам в дом заявился чертов миллионер с мешком денег и выложил двадцать тысяч за алюминиевый крестик?» «А ты совершенно случайно выглядишь, как больной человек, без конца злишься и несешь какой-то бред?» «Хорошо, Марина, ты права. Мне тут правда мерещится всякое. Я правда не знаю, что происходит, но точно понимаю что-то страшное». «Все же хорошо было, а сейчас, понимаешь, мне везде тараканы и крысы мерещатся, я спать нормально не могу. Они как будто под кожей у меня сидят. Я ведь нормальный человек, я прекрасно понимаю, что все это бред какой-то». Спокойным несчастным голосом проговорил Кирилл. «Ты точно ничего не принимал?» Тихо повторила свой вопрос Марина. «Да говорю же ничего. Приходил два раза Димка, выпили мы. По бутылочке пивка. Но правда, все на этом. Ты же знаешь, что я не из этих нариков. Интересно мне это все. Не злись, пожалуйста, я правда не специально на тебя срываюсь. Просто сил уже нет с этим всем справляться». Парень опустил голову и закрыл глаза руками, стараясь протереть измученные глаза. «Ты же понимаешь, что тебе нужна помощь?» Аккуратно продолжила девушка. «Я в дурку не поеду», – холодно отрезал Кирилл. Парню было стыдно признаться, но боялся он не только психушек, но и обычных больниц. Шприц, ватки, пахнущие спиртом, склянки, колбы, люди в белых халатах – все это никогда не вызывало у него никаких положительных эмоций. «Никто тебя насильно не запрет, я не позволю. Но что нам делать иначе? Ждать, пока ты на меня накинешься? На тебя правда смотреть страшно, дорогой». Спорить дальше для Кирилла не было никакого смысла. Он и сам прекрасно понимал, что невеста права и необходимо хотя бы понять, что именно с ним происходит. Пара договорилась, что завтра на работу никто не пойдет, и с утра пораньше они сядут прозванивать все ближайшие диспансеры, чтобы записать Кирилла на ближайшие даты. Марина всучила ему одну таблетку своего снотворного и велела ложиться спать, пообещав приготовить ему любимый завтрак. Если бы они только знали, что произойдет этой ночью. В своем сне Кирилл бродил по собственной квартире и выглядывал из окна, рассматривая ночные городские пейзажи за окном. Затем он перевел взгляд вниз на придомовой дворик и обомлел. Со всех соседних зданий, канализационных решеток и луж огромными живыми рядами вырвались тысячи тварей. Это была все та же мерзость, что докучала парню последнюю неделю, но их количество. Казалось, что твари сливались в нечто наподобие бурлящей реки. Тысячи грызунов и жуков бежали на перегонки, перескакивали друг через друга, лезли по головам в надежде куда-то успеть. Волосы на затылке парня зашевелились, когда он осознал, что вся эта сумасшедшая орава мчится в сторону его подъезда. Кирилл заметался по квартире в надежде что-то предпринять, но паника и отсутствие времени не давали ему это сделать. Юноша ожидал, что мелкие монстры ринутся через щели, вытяжку и вентиляцию, но вместо этого твари начали собираться прямо перед окнами парня, в подобии огромной волны или даже щупальца. Он всего на секунду оторопел от ужаса, но жуткое месиво уже выбило окно и рассыпалось по квартире миллионами мерзких существ, тут же набросившихся на него. Парень тут же вскочил с кровати, разбудив Марину собственными воплями, ринулся в ванную, резко захлопнув дверь и лязгнув щеколдой. Внутри что-то грызло кости парня изнутри, пытаясь прорваться к его органам. И он уже прекрасно понимал, что это. Кирилл уже даже не кричал, а просто выл от боли, долбясь головой о зеркало в ванной. Марина стучала в дверь и яростно пыталась войти в помещение. «Кирилл, что с тобой? Открой мне!» Вопила девушка, срывая ногти об деревянную поверхность. А тем временем боль парня начинала перерастать в решительную ярость. Сотни мыслей крутились у Кирилла в голове, пытаясь прорваться сквозь завесу боли. В один момент его пылающее сознание выдало ему, пожалуй, единственный возможный вариант избавления от этого кошмара. Кирилл не знал, откуда в нем взялась такая уверенность в этом, но он совершенно четко понимал, что должен сделать. «Марина, прости меня! Так нужно!» Сквозь собственные слезы выдавил Кирилл и бросился к выдвижному ящику под раковиной. Не найдя ничего более подходящего, чем острые ножницы для стрижки волос, не раздумывая ни секунды Кирилл воткнул инструмент себе в живот и принялся, что есть сил пробираться к той самой крысе. В том, что это была именно она, у парня не было сомнений. Тварь словно почувствовала, что ее собираются извлечь, стала вгрызаться еще активнее. Но болевой шок, обнявший парня со всех сторон, позволил ему не останавливаться. Рывок еще один, и он смог вытащить тварь на свет. Она скользнула и упала под ноги парня. Кирилл что из сил принялся топтать животное и не успокоился до тех пор, пока мерзкая тварь не перестала пищать. К тому моменту, дрожащий от страха, Марина успела вызвать скорой и участкового, наспех рассказав о жутком поведении своего возлюбленного. Взломав дверь, специалисты увидели Кирилла, лежащего в луже собственной крови. Юноша почти не дышал, сжимая в руке Марине ножницы. «Он у вас больной, что ли, наркоман?» Сдерживая нервозность, спросил участковый. «Я... я не знаю. Он был нормальный. А потом я поехала к родителям, что-то началось, я не понимаю, что с ним». Плакала девушка. Кирилла оперативно увезли в больницу. Невесту вместе с ним не пустили, поэтому Марине пришлось добираться в медицинское учреждение на такси. В коридоре девушка просидела целый день, ожидая, когда кто-то выйдет из операционной и расскажет о состоянии Кирилла. К вечеру двери все-таки распахнулись. «Не переживайте, Марина Михайловна, состояние очень тяжелое, но стабильное. Сегодня к нему вас пустить мы не можем. Останется в палате реанимации. Позвоните утром, а сейчас возвращайтесь домой. Поздно уже», — говорила молодая медсестра, выдавая девушке бумажку с номером. Домой Марина вернулась совершенно разбитая, обойдя все углы на предмет непрошенных гостей, о которых говорил Кирилл. Не обнаружив ничего подозрительного, кроме уже засохшей лужи крови на полу в ванной, девушка снова вздрогнула и решила, что разберется с этим кошмаром утром. Сняв только верхнюю одежду, она увалилась на кровать без сил, надеясь хоть ненадолго сомкнуть глаза. Но этому уже не дано было случиться. Через несколько часов мобильный телефон Марины завибрировал. И, ответив на вызов, девушка услышала то, от чего закричала прямо в трубку, перебудив всех соседей вокруг. Женский голос в телефоне тоже дрожжал. Медсестры явно не было протокола действий для такого случая. «Вы понимаете, я правда не знаю, как вам это объяснить. Он отдыхал после операции, все прошло успешно, показатели были в норме, а потом его просто разорвало изнутри, как будто был не просто скачок давления, как будто из него что-то вырвалось. Второй пациент в палате отходил от наркоза, нес какой-то бред, якобы из него лезли твари какие-то, мыши, тараканы. Но этого не может быть. В палате все чисто, как было, а человек просто бредил от лекарств. А то, что случилось с вашим молодым женихом... Марина бросила трубку. Она просто не могла дальше слушать этот бред. Осознание, что Кирилла больше нет, перекрывало вокруг все. Не позволяя ни одной рациональной мысли пробиться в голову несчастной. И вот сейчас, спустя неделю, она сидела совершенно измотанная и опустошенная перед частным детективом, найденным через дальних знакомых. «Я дам вам все деньги, только расскажите, что с ним случилось в те страшные дни», – просепила она, отхрипшим от бесконечных рыданий голосом. «Я просто не знаю, как с этим можно жить. Не нужно знать правду». «Сочувствую вам, Марина Михайловна. Я обещаю, что узнаю все, что только возможно, и не оставлю это дело, пока не выясню, что произошло с вашим молодым человеком». Поспешил утешить ее седовласый возрастной мужичок в потертом пиджаке. Марина еще не могла знать, что работа детектива не принесет ей никакого результата. Безутешная невеста не ведала, что мужчина, выкупивший у ее жениха алюминиевый крестик, когда-то самолично долгие годы изучал всевозможные темные практики, пока наконец не смог заключить договор с потусторонними силами, получив успех и материальный достаток в обмен на драгоценные года собственной жизни. Время шло, и расплата медленно, но верно стала настигать своего должника. Тогда-то он отыскал местную сильную гадалку, которая в свою очередь надоумила бизнесмена найти единственный верный для него путь спасения. Если не хочешь отдавать свою душу, расплатись чужой. Субтитры создавал DimaTorzok